Юбилейный зелёный, юбилейный футуристический, юбилейный дизайнерский. А каким самый большой и самый заброшенный парк видите вы? К примеру, это варианты участников первого городского конкурса на преображение зелёной зоны. Организаторы не ожидали, что проектов будет так много. Одна из участниц получила диплом вообще и без проекта. Своё видение она описала словами. Девушка просто живёт рядом с парком, где гуляет с дочерьми, и уж слишком хочет, чтобы его возродили. А в основном идеи реставрации оказались родом из технического вуза. Впрочем, выдают там их много лет. Для разгула фантазии дипломника – самое место. Надо понять, что же это такое место тихого отдыха. Или это какой-то тематический развлекательный объект городского значения, вообще городского значения или районного значения, или местного. На мой взгляд, сегодня востребовано больше, может быть, маленькие предложения с сохранением экологического значения. Руководителя поддерживают и горожане, которых опрашивали студенты. Мнения сошлись. Сохранили именно центральные две аллеи и вот как общую вот эту лыжню, которая вот проходит, то есть там, которые сами люди облагоустроили. Лыжня здоровья. Да, лыжня здоровья народная вот эта. Но вообще мы новые вели тропинки, чтобы как всё учесть вместе. То есть мы в основном учитывали именно рельеф. А проект Яна жюри признала одним из лучших в плане озеленения. Да, в юбилейном будущего есть и фудкорт, и амфитеатр, и набережная, и озера клумб. Мы сделали так, что сейчас вот санитарная рубка, мы посмотрели, какие деревья вырубают, и попытались на их место вот эти вот цветочные поляны сделать. Милые дамы, поворачивайте к нам. Пять километров проходим по утрам. По утрам, да, один раз в день. Ну там, если ещё с ребятишками, ещё ходим. Природа хорошая. Чистим воздух здесь. Маленько хоть дышим, ну. Любительницы спорта в первую очередь ждут здесь дорожки. Для людей, велосипедов, самокатов. А Наталья Васильева голосует за наличие нормального входа. Впрочем, активистка-общественница уже действует сама. Мы осенью с мужем пошли гулять, и наши прогулки вылились в 12 дней строительства вот этой дороги. Я вам говорю серьёзно, это правда. Мы камни носили, землю сюда, и вот так вот потихонечку всё. Всё плохо, но как-то можно пройти. Это, так скажем, чёрный вход, в котором пользуются несколько близлежащих улиц. Дорожка убивает транспорт и грязь. Впрочем, не только дорожку. Следы человека повсюду. И Наталья Васильева – одна из немногих активистов, которые организуют здесь субботники. Когда с привлечением студентов, а то и просто с соседями. Женщина входит в общественный совет по возрождению парка, и пока там обсуждают идеи. Только у самой Натальи их на 4 листа. Когда здесь начнётся масштабная работа, говорить трудно. Юбилейный попал в отбор территории для благоустройства в рамках федеральной программы. Если даже парк станет вторым в списке победителей, ему уже выделят деньги. И их очень ждут. Только на расчистку требуются миллионы. В среднем человек 30-50 вот так вот. Да, на субботниках приходят. Разного возраста? Разного возраста. Начиная прямо с малышни. Сейчас мы собираем мусор. Его в парке, к сожалению, очень много. Но мы уберём. Таких историй возрождения в Барнауле ещё не было. Надеемся, она случится. Реставрировать уже существующую территорию сложнее, говорят архитекторы. Нужно учитывать мнение историков, культурологов, социологов, конфликтологов, архитекторов, градостроителей, маркетологов. Подобная история произошла в Новосибирске, где вторую жизнь дали набережной и нескольким скверам. Но от намерений до реальных работ прошло несколько лет. Этапность дореализации ещё связана с инженерными работами, с архитектурно-градостроительными процессами. И вот тут тоже целый ряд задач, которые необходимо решать. Ну и в том числе это проектные, конечно же, задачи. Когда сначала идёт первый этап концепция, потом идёт дизайн-проект. После дизайн-проекта приступают к проектной документации, если есть инженерные сети и какие-то капитальные сооружения, которые требуют прохождения экспертизы. Так только к третьему году реализации к одному из новосибирских проектов подключились инвесторы. А у юбилейного сейчас, чтобы вы понимали, нет и концепции. Зато есть активисты, которые знают, работы много. Проходят субботники. Организовано сообщество, которое специально будет заниматься реставрацией стелы. Это очень важно. Первый главный элемент, который, я думаю, будет встречать и парк гостей, и один из главных входов. А ещё на первых порах специалистам предстоит вычислить аварийные деревья и заменить их на молодые саженцы из Дендрария. Эти переговоры уже ведутся. По словам активистов, их главная задача, во-первых, отстоять городской лес от застройки. А во-вторых, навести здесь порядок. К этому они уже приступили и завлекать горожан в юбилейный. Например, летом Наталья Васильева уже запланировала провести здесь календарные праздники и фото-выставку. И скоро здесь начнутся уроки физкультуры на свежем воздухе с тренером, чтобы показать властям, людям нужен этот парк. «Юбилейный парк прекрасный, для здоровья и спорта всем нужен. Возродим этот парк всем и дружно, ведь Алтай – это гордость страны». Извините за не очень, может быть, качественное исполнение, но это от души. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.